1 марта председатель правительства России Дмитрий Медведев провел свой рабочий день в Чувашии. Наша республика стала местом проведения большого совещания с участием руководителей регионов и федеральных министров. Обсуждались вопросы обеспечения занятости населения и снижения напряженности на рынке труда. Как в Чувашии выстраивается эта работа, премьер-министру показали на примере самого крупного в республике центра занятости населения – Чебоксарского. В марте 2015 года Федеральная служба по труду и занятости и правительство Чувашии договорились о взаимодействии по развитию информационной наполнеемости портала «Работа в России». Сегодня на портале размещено 3760 вакансий на 12 с лишним тысяч рабочих мест по Чувашской республике. Все сведения доступны как работодателям, так и соискателям. Если вы всерьез задумываетесь о переезде в другой регион, можно узнать и иную полезную информацию. Можно еще посмотреть и наличие детских садиков, наличие желудочных, аренды жилья. У нас сейчас база по всей стране. Да, очень даже очень удобно. Сегодня центр занятости населения Чебоксар предлагает около 5,5 тысяч вакансий. На учете состоят около 3 тысяч человек. Если у соискателя есть горячее желание трудиться, но недостаточно необходимых навыков, пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию можно в центре занятости. Это направление очень востребовано и неудивительно. В прошлом году практически все 2800 человек, прошедших обучение, были трудоустроены. Я могу сказать, на этих платах больше женщин трудоустраивается. Конечно, это просто тонкая работа. Мужчин там не хватает всех. У нас на предприятии 4 тысячи работающих. Наши планируют женщины. 70 процентов, наши планируют женщины. И коллектив на воду. Я бывал на заводе, оборонзаказы, рожанка, заказы хорошие на миллиарды. Я не обязательно свои выполняю. Премьер-министр посмотрел, как проходит занятие у будущих работников электропаратного завода и ответил на их вопросы. Речь шла об увеличении социальных выплат, в частности по безработице. Мы нашли средства, чтобы частично проиндексировать. Конечно, будут возможности. Мы определились, так договорились с Государственной Думой. Через полгода посмотрим, как обстоят дела. Примем решение. В любом случае, будем стараться помнить о социальных обязательствах. Мы ничего не отменяли из социальных обязательств. Будем стараться все их исполнять. Дмитрий Медведев отметил и эффективность мобильных офисов службы занятости. Они работают в 12 районных и городских центрах. Только в прошлом году их услугами воспользовались около 3000 человек из числа маломобильных. Один из инструментов решения кадровой проблемы – профессиональная переподготовка. В этом направлении активно работает Чебоксарский электромеханический колледж. В 2015 году в СУЗе прошло обучение более 80 человек. В их числе работники заводов «Текстильмаш» и «Электроприбор», чьи производства работают нестабильно, и безработные граждане. Кроме того, здесь уже 6 лет действует служба содействия и трудоустройства выпускников. Более 90% учащихся находит работу по специальности. «Работал я до этого 4 месяца над системным администратором. Получал, конечно, не так много, но хотелось бы, конечно же, большего. Поэтому я выбрал смежную профессию. Как вы можете видеть, здесь за моей спиной находится управляющая стойка. Она точно так же программируется, как я программировал, когда работал с системным администратором. Поэтому для меня это не так уж и сложно, и переобучиться всего за 3 месяца тоже было несложно. По окончании обучения я уже смогу работать на любом предприятии и на любом станке». Возможности по переподготовке и повышению рабочей квалификации у колледжа большие. Он сотрудничает с ведущими предприятиями электротехнического кластера для республики, и это позволяет формировать современную материальную базу. «Естественно, все по программе, по реальному производственному дни, который является на все простое, только масштаб понише». «Ну да, да. Две действия, манипуляция». «Еще обратите внимание, что на телевизионном экране мы можем смоделировать любое складское помещение, любое производство». «Мехатроник является неотъемлемой частью почти всех специальностей – и автомеханик, и оператор. Это профессия будущего. Она активно развивается очень и активно применяется». Интерес у Дмитрия Медведева вызвал учебный центр по подготовке сварщиков международного уровня. Профессионалы в этом деле очень нужны. «Это же дефицитных профессий». «Хороших сварщиков, да. Тех, которые у меня есть в подравлении. Таких, которые просто так, их мало. Поэтому вот это движение, оно, знаете, очень здорово нас мотивирует. И хорошо, что… А сейчас, тем более, что у нас Министерство образования же привело конкурс. И на школе Чувашская ступень этот конкурс выиграла. И на школе теперь будет создан один из этих центров, Межрегиональных центров компетенции всего шесть больше по всей стране. Это автоматизация, радиотехника и электроника. Это реальные шаги, которые делает республика в решении вопросов занятости и подготовки к квалифицированных кадров. На базе колледжа создадут тренировочный полигон для подготовки национальной сборной и команд к участию в чемпионате WorldSkills Russia и учебный центр для экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50. Ваша республика уже сегодня приобрела определенный кластер, именно производственный, связанный с высокими технологиями. В нашу область сегодня заходят такие крупные игроки в виде как работодателей. Это «Газпром», это «Роскосмос». Вы знаете, что у нас строительство космодрома ведется. И тот опыт, который сегодня мы оценили в виде вашего лицея, который ведется и по другим направлениям, он на самом деле очень достойен уважения. У вас очень высококачественные получают сварщиков, многие другие рабочие профессии, которые очень сегодня востребованы на Дальнем Востоке. Почему? Потому что через нас пройдет такой крупный проект «Сила Сибири» – газопровод. У нас будет продолжено строительство двух заводов. Это газохимические и газонефтеперерабатывающие. То есть это порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Тут опыт, который сегодня возможен. Есть в Чувашии, который нам презентовали, который сегодня оценит председатель правительства. Мы были рады, если бы он распространялся не только в вашей республике, но и за ее границами. Считаю, что такого рода учреждения, которые от обучения до трудоустройства, они решают проблему занятости, проблему обеспечения рынка труда рабочей силой. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это имело практическое развитие. Какие еще задачи стоят перед регионами и какие меры поддержки занятости будут предусмотрены в российских субъектах? Об этом шла речь на совещании, которое Дмитрий Медведев провел с руководителями регионов. Эффективность предпринимаемых мер обсуждали на примере Чувашии. Снизить напряженность на рынке труда республике удалось. Численность безработных за последние годы уменьшилась в три раза. По итогам прошлого года 82% граждан, обратившихся в центры занятости, успешно трудоустроены. Если перевести количество людей, это 49 880 человек. Из них профессиональное обучение по востребованным специальностям прошли 2800 граждан. Уровень их трудоустройства составил 99%. В республике реализуется комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов и их интеграцию в общество. Это квотирование и создание специальных рабочих мест. Правительство страны продолжит помогать регионам в реализации программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Заводы, которые принимают на работу людей, уволенных с других предприятий, будут получать субсидии из федеральной казны. Перед совещанием в Чебоксарах Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления бюджетных денег субъектам России. Особый акцент делается на переобучение, чтобы люди, которые работают на проблемных предприятиях, получали новую квалификацию. И смогли перейти туда, где они востребованы, где для этого есть работа. Такие возможности существуют и появляются. Рынок труда сейчас заинтересован в специалистах высокого класса. Систему подготовки кадров необходимо перестраивать, отмечает президент Российского Союза предпринимателей. В перспективе в стране должна появиться целая сеть таких центров по оценке квалификации при подготовке работников. Соответствующим распоряжением правительства план график развертывания центров независимой оценки квалификации утвержден. Но это пилоты. Это те полторы сотни центров по стране, которые лишь будут маяками. А понадобятся, может быть, тысячи таких центров, которые будут сертифицировать специалистов и формировать требования и к профессиям, и к компетенциям, и так далее. Профстандарты должны войти в кровь и плод системы профессионального образования. И через них работодатель должен формировать свой заказ на специалистов. В Чувашии есть, на мой взгляд, хороший задел для того, чтобы эту систему выстроить. Вообще профессиональное образование, средние, высшее профессиональное образование, должно быть сориентировано на рынок труда. Но для этого как раз нужно согласовать те интересы, которые есть на рынке труда, работодатели, востребованность с подготовкой профессиональных учебных заведений. Необходимо, отметил российский премьер, сделать особый акцент на трудоустройство инвалидов и выпускников вузов. В целом мы сейчас считаем, что мы готовы к тому, что еще примерно миллион двести тысяч выпускников вузов в этом году выйдут на рынок труда. Они смогут либо продолжить обучение, либо найдут место работы. В квалифицированных кадрах и федеральных субсидиях сейчас нуждаются предприятия автопрома и заводы по выпуску сельхозтехники. Чтобы избежать массовых увольнений, правительство оказывало адресную поддержку. При этом мы точечно помогали 18 регионам и тем предприятиям, которые являются в этих регионах ключевыми. То есть тем, где сложились наиболее сложные обстоятельства. В том числе таким, кстати, промышленным гигантам, как АвтоВАЗ, как КАМАЗ, как ГАЗ, как Тверской вагоностроительный завод. Поддержку из федерального бюджета получили и ряд предприятий из Чувашии. Регионам на поддержку труда выделено 3,9 миллиардов рублей. Деньги пошли на опережающее обучение, на организацию временной занятости. Сложные времена переживает малый и средний бизнес. Инфляция, падение уровня доходов населения и, соответственно, снижение покупательского спроса на потребительском рынке ухудшает положение субъектов малого и среднего предпринимательства, что в конечном итоге влечет за собой и высвобождение работников. На сегодняшний день в режиме неполной занятости находятся работники 22 организаций республики. Особие беспокойства вызывает ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы», где, по данным руководства концерна, в режиме неполной занятости находится 80% работников. Правительством Чувашской республики совместно с Федеральным министерством труда принят ряд мер по урегулированию данной ситуации в прошлом году. Далее решение вопроса концерна «Тракторные заводы» без оказания содействия со стороны правительства России не представляется возможным. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Если эта перспектива будет видна, мы, безусловно, с точки зрения поддержки квалификации на этом предприятии можем эти программы реализовывать и в этом году. На то, чтобы выполнить все планы по содействию занятости, в республике планируют направить порядка 400 миллионов рублей. Председатель правительства страны отметил, что каждый регион должен нести коррективы разработанные программы. На их поддержку из федерального бюджета планируют выделить не менее 3 миллиардов рублей. Между Ставропольским краем и Чувашской республикой подписаны соглашения. Мы его два года назад подписали. И я могу сказать, что именно в электрохитическом взаимодействии мы очень сильно даже не конкурируем, а дополняем друг друга. Сегодня очень много направлено на воссоздание и развитие военно-промышленного комплекса. И поверьте, без вот той электроники и вот тех специальных профессиональных образовательных учреждений, в которых мы сегодня побывали, вот я лично побывал у вас, в вашем ЧМК, без них не получится развитие оборонки. И людей мы для оборонки не восстановим. Поэтому это правильно стратегическое направление. И вот и в нашем соглашении мы его опять-таки тоже развиваем. У нас взаимодействие по товарообмену. То есть мы два сельскохозяйственных регионов, мы меняемся делегацией, меняемся товарами. У нас взаимоотношения между нашими предприятиями в части развития электронной промышленности. А во время рабочей встречи председателя российского правительства с главой Чувашии речь шла о других не менее важных задачах. У нас помимо работы есть еще бытовые условия, социальные условия жизни. Это жилье, детские дошкольные учреждения, школьные учреждения. У нас, знаете, есть три важных программы. Они посвящены ветхому, аварийному жилью, детским дошкольным учреждениям. То есть детским садикам эта программа, в принципе, закончилась в прошлом году. Ну, в основном. И теперь большая, новая, сложная программа по реконструкции и созданию новых школ. Как со всеми этими параметрами обстоят дела в республике? Касаясь аварийного жилья по выполнению всех тех обязательств, которые мы взяли под оговоренность с федеральным программом, мы третий этап программы выполняем. По факту пересилили 6500 человек. По-другому говоря, более 50% нуждающихся с аварийного жилья переехали не в аварийный жилой фон. Касаясь многодетных семей, у нас еще оригинальная программа. В семье, где 5 и более детей, мы предоставляем им безвозмездные субсидии. Как в городской местности, так и в сельской местности. Очередность определенно есть, но многодетные семьи в течение 5 лет получают на безвозмездной основе соответствующую квартиру. За время действия программы «Детские сады детям» в регионе построили 45 новых детских дошкольных учреждений. В большинстве муниципалитетов местами в садиках полностью обеспечены дети с двух лет. Теперь предстоит построить 11 новых школ и более 20 реконструировать. Михаил Игнатьев отметил, что республика участвует в федеральной программе и уже подобрала 4 типовых проекта, по которым будут строиться здания учебных заведений. Мы в этом году эту программу начали, уже сейчас раскассируется 25 рублей. Там, соответственно, есть все эти квоты республики. Россия – это в первую очередь социальное государство. И на сокращение своих обязательств не пойдет. Об этом премьер-министр говорил на последнем съезде «Единой России». Сегодня разговор идет уже о конкретных цифрах. Я еще раз убедился, что в Чувашии живет удивительно добрый и трудолюбивый народ. В отсутствие природных богатств в республике выбраны правильные приоритеты – инвестиции в человека, в молодых людей. Одним из ярких примеров с учетом тренда на импортозамещение является успешное развитие электротехнического кластера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова